Друзья, всем пламенный привет! Сегодня я приготовлю рыбные пельмени с ноткой китайской кухни. У меня филе горбуши, просеянная мука, растительное масло, сливочное масло, соевый соус, лук, капуста, болгарский перчик, зелень, чеснок, куриное яйцо, соль, чёрный молотый перец, паприка, имбирь. И по желанию можно использовать кориандр. Занимаюсь тестом. 700 грамм просеянной муки, чайная ложка соли. Делаю луночку, вбиваю куриное яйцо, 2 столовые ложки растительного масла. Всё хорошо перемешиваю. И добавляю теплую воду. Всё отлично. Тесто готово. Вот обратите внимание, оно у меня мягкое и эластичное. Кладу в пакет минут на 20. Сливочное масло. Грамм 100, наверное. Добавляю репчатый лук. Чтобы лук имел в блюде свой вкус, я немного добавлю перчика. И немного подсолю. Всё хорошо перемешиваю. Лук сильно пережаривать я не буду. Жарю ещё 2 минуты и отключаю плиту. В общем, нарезаем. Друзья, в нашем деле, у меня ножи острые. Самое главное, пальцы не порезать. Всё остальное нормально. Добавляю болгарский перчик и зелень. Горбуша, как рыба, сама по себе суховатая. Но я её сделаю мокрой. У меня и лук, обжаренный на сливочном масле, и репчатый. Много капусты, зелень, болгарский перчик. В общем, начинка у нас будет вкусная. Сухой не будет. Паприка, имбирь и чёрный молотый перец. Добавляю. Две столовые ложки соевого соуса. Отлично. Совсем немного соли, чтобы не было пересола. Лук, обжаренный на сливочном масле. Лука много. В общем, друзья, вот эта начинка сухой не будет точно. Беру тесто. Вот это тесто я разделю на две части. Немного стол припырю мукой. И начинаю раскатывать тесто. Мы сделали тесто и положили его в пакет. Ну, минут на 20, на полчасика. Оно полежит немного. Становится таким мягким и эластичным. Даже самое тугое тесто, если оно полежит в целлофановом пакете, там 20 минут, полчаса, оно становится мягче. И с ним работать легче. Потому что тугое тесто раскатать, это сложно. В общем, раскатываем. Лишнюю муку я стряхиваю. Вот у меня есть такая форма. И делаю заготовки для пельменей. Вообще, вот эти пельмени, они делаются немаленькими. Если у вас такой формы нет, возьмите бокал пивной. Укладываю начинку. Начинки немало. Нормально кладу, не жалею. Кстати, тесто я не очень тонко раскатала. Заметьте. Так как пельмени мы сначала будем обжаривать, потом мы их будем отваривать. В общем, интересненько будет. Обещаю. По этому рецепту я готовлю второй раз. Сейчас я использую рыбу. А в предыдущем видео я использовала фарш. Свинина-говязина. Соединяем середину. И начинаю вот таким образом делать складочки. Вот эту сторону закрываю. Можно по три, можно по четыре, можно по пять. В общем, вот у нас вот такая получается пельмешка. Смотрите. Вот видите. Беру тесто. Середину соединила. Вот таким образом. И здесь начинаю делать защиту. Вот на этой стороне. Соединяем вот эти края. Раз складочка. Второй раз складочка. Третья складочка. Здесь можно и четыре складочки сделать. В общем, можно и пять с каждой стороны. И вот такая у нас получается пельмешка. В сковородку добавила немного сливочного масла. И налью немного растительного. Всё хорошо. Разравниваю. И сейчас начнём укладывать пельмени. Беру пельмешки. И вот таким образом. Немного на расстоянии друг от друга я их укладываю. Сковорода у меня уже хорошо разогрета. Пельмени я буду готовить в две партии. И сюда. Можно парочку положить. Всё. Идём обжаривать. Пельмени я обжариваю на хорошем нагреве. До золотистой корочки. Жарю. Ну а потом уже будем добавлять воду. Снизу пельмешки обжарились. Давайте посмотрим. Вот обратите внимание, какие они у нас снизу уже красивые. Пельмешки обжарились. Нагрев плиты из девятки я сделала на семёрку. Наливаю воду. Немножко жулья. Грамм сто. Закрываю крышечку. И наши пельмешки под крышкой готовятся минут 5-7. Жидкость полностью должна испариться. Первая партия у меня приготовилась. Обратите внимание, вся жидкость выкипела. Нагрев делаю на минимум. Сейчас я буду эту партию выкладывать. Ой, какие красивые. Выкладываю на блюдо. Сейчас посмотрим, друзья, поближе потом. И буду обжаривать вторую партию. Снизу корочка. А сверху они у нас полностью приготовились. Такие, знаете, в общем, интересные. Друзья, если есть какие-то шкварочки, лучше сразу их убрать, чтобы к пельмешкам не прилипли. Вторая партия пельмешек приготовилась. Отключаю плиту. Обратите внимание, жидкость вся выкипела. Я вот таким образом немного пельмешки потрясу, чтобы они не слеплись. Ой, они уже переворачиваются сами. Не буду выкладывать. Сейчас будем пробовать. Друзья, ну что, блюдо наше полностью приготовилось. Рыбные пельмени. Вот такие. Сделала соус. Это соевый соус, чеснок, перец чили и петрушка. Какая красота. Давайте пробовать. Пельмешки, да? Вот с этой стороны они поджарились. А здесь такая корочка. И начинка у нас не сухая. Друзья, как я и сказала, мокрая. Начинка мокрая. Обратите внимание, блестит. Рыбку можно вообще любую использовать. Как красную, так и белую. Самое главное, чтобы там была и капуста свежая, и репчатого лука много. Много зелени, соевый соус и, конечно, приправы имбирь, черный молотый перец, паприка. В общем, готовьте. Всем удачи, пока. Ну, а мы будем кушать. Это вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok